Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Жить в ритме современного кино. Открытый фестиваль «Киношок» меняет концепцию и делает ставку на российский кинематограф. Подготовка к учебному году выходит на финишную прямую. Специальная комиссия депутатов муниципального совета проверила готовность системы образования к 1 сентября. День российского триколора. В «Анапе» отметили один из главных праздников страны – большим торжественным концертом. Привести экстренные службы в режим повышенной готовности и вести круглосуточный мониторинг ситуации. Поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева дано на селекторе, посвященном профилактике ландшафтных и техногенных пожаров. Обстановка на Кубани остается напряженной. В 37 районах сохраняется пятый класс пожароопасности. «Анапа» в числе территорий, где действует особый противопожарный режим. Исполняющий обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков по завершению краевого видеоселектора дал ключевые поручения по оповещению населения, готовности оперативных служб и контролю за труднодоступными природными территориями. Открывая совещание, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, погодные условия постоянно меняются. Сегодня жара и угроза пожаров. Завтра сильнейшие ливни. Алгоритм действий должен быть отработан в любой нештатной ситуации. «Сюрпризы погоды могут быть абсолютно разные. Ну давайте готовиться к противопожарным всем мероприятиям, к противопаводковым мероприятиям. Давайте готовиться к случаю ЕСИИ. Смерч выйдет из моря на сушу. Ко всем проявлениям сегодня погоды мы должны быть готовы. Каждый из вас знает, что делать. Отработанное все должно уже до мелочей быть, как часы работать, но тем не менее». Продолжительная сухая и жаркая погода в Анапе стала причиной введения особого противопожарного режима. Специфика территории – огромная антропогенная нагрузка. Пожарные спасатели переведены на усиленную службу. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков вынес на обсуждение весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности. Одной из основных – материальная база. В каком состоянии сегодня пожарные гидранты? «У нас ситуация по гидрантам на самом деле очень хорошая, находится на высоком уровне. Работа проводится большая. Мы проводим дважды в год инвентаризацию. На сегодня вынуждены проводить один раз в год. Тем не менее, это не мешает нам постоянно вести мониторинг состояния наружного противопожарного водоснабжения. «Отвечает за них водоканал». «По всем неисправностям мы их сообщаем, и водоканал принимает меры по их ремонту». Труднодоступные территории – излюбленные места отдыха так называемых «диких туристов». «Как построена работа с неорганизованными группами отдыхающих». «Кто отвечает за этих неорганизованных отдыхающих на малом утрише, которые ставят палатки, жжут, а костры купаются в море». Только от организаторов отдыха детей в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило свыше 400 заявок. Таково требование муниципалитета за благовременное уведомление о маршруте, месте отдыха и его участниках. «Через оперативного дежурного ЕДДС сразу информация идет с руководителями, кто организует это, это школы, это спортивные школы и так далее, культура. И сразу администрация и казачество, которые там находятся. То есть, если нужно довести штормовое предупреждение, запрет, мы по этим каналам все это дело осуществляем и отслеживаем эти группы». Темой ближайшего совещания с руководителями здравниц также станет обеспечение пожарной безопасности. Представителям санаториев, гостиниц, баз отдыха есть вопросы. «Когда был большой пожар в Благовещенской, было указание всем здравницам иметь трехсуточный запас воды для того, чтобы прибывший туда караул мог осуществлять тушение. Вот не все здравницы нам... «Ну, я хотел сказать, все, конечно, сразу услышали это все и у всех есть. А да кто проверил, у кого нету». Главам сельских округов поручили вновь проверить все сельхозугодия, обследовать лесные массивы, активнее вести разъяснительную работу. Но главное, на что обратил внимание Юрий Поляков, это опашка территории. Жаркая и сухая погода в Анапе, по прогнозам синоптиков, продолжится примерно до 10 сентября. Жители и гостей курорта призывают соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещено разводить костры на участках, в полях и лесополосах. О замеченных фактах возгорания необходимо незамедлительно сообщать дежурному пожарной охраны по телефону 01-101-396-10-5-00-50. До начала нового учебного года осталось чуть менее недели. Специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты муниципального совета и руководители управления администрации города, посетили ряд школ в городе и сельских округах. Как подготовились общеобразовательные учреждения к приему школьников в нашем репортаже. Первая в списке депутатов – школа номер 6. В этом году она отпраздновала свое 30-летие. В следующем планируется ее расширение. Будет возведено дополнительное модульное здание, которое сможет принять еще 400 школьников. Это блок, выделенный модуль, блок начальной школы на 400 лет. С большим спортивным залом, с танцевальным залом. Со всем оборудованием современным, со смарт-досками. Вердикт депутатов – учреждение полностью готово к приему школьников. Обновленные санузлы и душевые кабинки, светлая и уютная столовая с качественным оборудованием. Следующая по маршруту – школа номер 12, станица Анапская. Это одно из самых больших сельских учебных заведений. В ней обучается более 1700 человек по 11-летней программе. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт здания. В конце 2016 года в нашей школе был проведен капитальный ремонт, на который было потрачено 6 миллионов 189 тысяч. В ходе этого капитального ремонта были устранены трещины, которые были у нас по правому крылу здания. Была заменена плитка фасадная, был установлен паднос по доступной среде. В ближайшее время по программе «Доступная среда» школе будет выделено более 3 миллионов рублей. Сегодня учебное заведение активно привлекает молодых специалистов. Антонина Гончарова – выпускница одного из анапских вузов. В эту школу пришла год назад и с нетерпением ждет 1 сентября, чтобы вновь встретиться со своим любимым уже вторым классом. Дети прекрасные. Первый класс. Мы прошли достойно, хорошо закончили первый класс. Сейчас мы во втором. Учебный год жду с нетерпением уже. Уже скоро родительские собрания, детей уже скоро уезжают. Это все жду с нетерпением. В целом мне очень работа учителя нравится. Всегда мечтала работать учителем. И за счет того, что здесь такой коллектив приятный, и все вот это вместе, и оно приятно работает. На работу хожу. Ой, довольная. Работа выездной комиссии завершилась совещанием. К началу года прошли проверку 100 учреждений. Это школы, детские сады, организации высшего и среднепрофессионального образования. Все вышеперечисленные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. 96% учреждений приняты без замечаний, 4% замечаниями. По жнадзора были у нас замечания. По другим, МЧС, ФСБ, МВД замечаний не было. Похоже на взору. В ДЮС США Алим было замечание, эколого-биологическая станция, детский сад 37 и 44. Все замечания будут устраняться. Кроме этого, школы полностью обеспечены учебниками. Их закуплено более 45 тысяч на сумму 17 миллионов. Также в новом году автопарк города пополнится пятью новыми школьными автобусами. По результатам проверки, учебные заведения города к приему школьников полностью готовы. А небольшие недочеты будут исправлены в ближайшее время в рабочем порядке. В Анапе двум избирательным участкам сегодня присвоили имена героев Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина и Сурена Ракеляна. Специальные таблички вручили на специальном семинаре для членов участковых избирательных комиссий. Она повыбирает депутатов законодательного собрания. И стоит задача, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, с соблюдением прав всех участников и избирателей. Я попрошу поаплодировать, а председателя получите именную табличку. Табличку вручают председателю избирательной комиссии, которая находится в хуторе Курбатском, где героически погиб и похоронен Сурена Ракелян. Решение территориальной избирательной комиссии. Оно принято 80-летию образования Краснодарского края. Избирательный участок в селе Варваровка получил имя Дмитрия Калинина. Именно там десантировалась его группа. В общем-то удивлены, но приятно удивлены. У нас в школе есть прекрасный материал об этом герое. Я думаю, что мы этот материал подготовим и вывезем рядом с табличкой. Пусть люди знают, читают. В зале представители всех 75 участковых избирательных комиссий. В этом году их на 5 больше, чем в прошлом году. Необходимо учитывать изменения границ и правильно проинформировать избирателей. Кроме того, Краснодарский край – один из регионов, где в пилотном режиме отрабатывают замену открепительного удостоверения специальным заявлением. Избиратель, который в день выборов не сможет проголосовать по месту прописки, может назвать примерный адрес своего будущего местонахождения. Его вычеркнут из одних списков и внесут в другие. Сегодня выборы можно организовать только на высокопрофессиональном уровне. Потому что законодательство об избирательном праве постоянно меняется. Поэтому наша задача – обучить членов участковых избирательных комиссий. Такие плакаты скоро появятся по всему муниципалитету. В Анапском районе сегодня зарегистрированы 137 тысяч избирателей. На 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Осенью Анапа и сельские населенные пункты проголосуют за своих представителей в Краевом Заксобрании. Выборы назначены на 10 сентября. 22 августа вся страна отмечала праздник одного из важнейших символов России – государственного флага. В этот день в 1991 году Триколор был впервые поднят над Белым домом в Москве. К этому празднику традиционно приурочено множество мероприятий. Торжественные шествия, молодежные флешмобы и акции. День российского флага отметили и в городе-курорте, открыв его праздничным концертом. А перед этим, что весьма символично, юные анапчане получили паспорта. Вручение паспортов на главной сцене города уже стало традиционным. Его проводят на 9 мая и в День России. Сегодня документ получили 12 ребят. В торжественной обстановке на театральной площади, чтобы для детей это было запоминающимся событием, торжественным праздником. Поднимаем патриотизм таким образом наших граждан, деток несовершеннолетних. Чувствую, что стало в нас леет, то есть теперь ты ответственный на все, что делаешь. Вообще флаг России – это неотъемлемая часть нашей Родины. То есть Петр Первый поздравил свой флаг Голландии и поменял цветами сами, и получился флаг России. А утвердили его в 91-м году. Это символ нашей Родины, и я очень сильная горда, что живу в такой большой стране. Я очень люблю свою Родину и горда, что я родилась именно в этой стране. Историки до сих пор спорят, почему были выбраны именно эти цвета и что они обозначают. По одной из версий, белый цвет – это свобода. Синий символизирует Богородицу, а красный – державность. Другие считают, что это символ благородства, честности и смелости. Но как бы то ни было, День российского флага сегодня – один из самых главных праздников страны. Я хочу сказать, что наша семья – глубокие патриоты, и для нас этот праздник означает многое. Также хочу сказать спасибо городу Анапе, который принял нас с распростертыми объятиями. Нам здесь очень нравится. Передаю привет всем, желаю прекрасного отдыха и с праздником, дорогие друзья. Замечательный праздник – День российского флага. Желаем всем здоровья, счастья. У нас одна страна, один флаг, одна Россия. Праздничный концерт продлился до самого вечера. В хореографических номерах участвовали лучшие коллективы города. На сцену вышли более 150 артистов. А в завершении участники фестиваля творчества юных подарили зрителям гала-концерт. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков поручил обеспечить максимальную поддержку в проведении предстоящего 26-го открытого международного фестиваля «Киношок». В этом году кинофорум приурочен к 80-летию со дня образования Краснодарского края. Со своей стороны организаторы обещают новый формат с интересными фильмами о России и ее жителях. Следующие четверть века с новой концепцией – открытого российского кинофестиваля. После распада Советского Союза действующее кинопроизводство сохранилось лишь в нескольких центральных студиях. Республиканские центры оказались за границей. В итоге зритель потерял кино, которое иногда называют своим. Сегодня идет его возрождение, но уже в масштабах России. «Оказывается, что это интересно, потому что в Якутии давно уже такой ренессанс возрождения кино. Там порядка 10 картин снимается. В Башкортостане, в Карелии, в Чувашии, на Северном Кавказе. Мы не отходим от сотрудничества со странами СНГ. Будет представлена небольшая панорама фильмов, но время диктует свое, и поэтому мы все-таки обращаем внимание на нашу страну, на то, как живет наш народ. У нас страна многонациональная, нам кажется, это интересно». По словам Сергея Новожилова, география короткометражного кино будет значительно шире. Этот жанр более доступный, в том числе для начинающих кинематографистов. Впервые на фестивале представят документальные фильмы. Показы будут проходить в кинотеатрах «Мир кино» и «Монитор» в городском театре. В этом году фестиваль пройдет под знаком 80-летия со дня образования Краснодарского края. Открытые показы на театральной площади откроют фильмом «Кубанские казаки». Будут концерты и традиционные гостогаевские встречи. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков поручил поддержать новую концепцию. Организаторы фестиваля высказали свои пожелания муниципальным службам. Необходимо бесперебойное электроснабжение, транспорт, около ста волонтеров, места для проживания гостей и участников. Организаторы подчеркивают, киношок не должен быть фестивалем в себе. С 3 по 9 сентября Анапа начнет жить в ритме современного кино и участником этого движения сможет стать каждый. Открытие собственного дела как альтернатива официальному трудоустройству. Как пояснили в региональном министерстве труда и социального развития, безработные жители Кубани стали чаще рассматривать такую возможность. С начала года из краевого бюджета выделено более 8 миллионов рублей финансовой помощи кубанцам на открытие собственного дела. Так, за 7 месяцев текущего года государственную услугу по содействию самозанятости получили более полутора тысяч человек. С начала года сумели успешно защитить свой бизнес-план, оформили предпринимательскую деятельность и получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета на открытие собственного дела в размере 117 тысяч рублей более 70 человек на общую сумму 8 миллионов 300 тысяч рублей. К наиболее востребованным видам предпринимательской деятельности в крае относятся предоставление услуг населению, сельскохозяйственное производство и торговля. Парк будущего в Всероссийском детском центре смены готовит новых юных профессионалов. Там тренируются ребята, которые будут участвовать в 44-м чемпионате мира по профмастерству WorldSkills в Абудабе. Подробности в сюжете наших коллег. Каждый день расширенный состав национальной сборной JuniorSkills в составе 20 человек тренируются патрон-компетенциям – мобильная робототехника, графический дизайн и электромонтаж. Маргарита Дерунец вместе с Андреем Матвеевым из Хабаровска собирают электромонтажную схему. Каждый день юниоры выполняют задания максимально приближенные к тем, которые будут на соревнованиях. Мы крепим оборудование, получается, в коробки, в которые потом будут вставлять лампы и все оборудование, потом будем прокладывать в провода. Они сейчас проходят в составе, в таком командном составе тренировку, чтобы у ребят вырабатывался вот этот соревновательный эффект. Задания мы специально немножечко усложняем, делаем какие-то моменты неожиданными. Робот Никиты Лудякова и Арсения Сухмана поднимают и переносят предметы из зоны урожая в зону сортировки. Юноши собрали его в парке будущего. Сконструировать такого робота – одно из подготовительных заданий. Мы научились использовать новые программы. Мы научились делать так, чтобы программы становились меньше, но их смысл не менялся. Также мы научились строить определенные механизмы. И вот уже сейчас мы пробуем себя в условиях соревнований. На компетенции графический дизайн занимаются два юниора. Ребята в специальной программе создают логотип бренда. Все задания даны на двух языках – русском и английском. Пока ребята готовятся к серьезным чемпионатам, мальчишки и девчонки со смены «Город мастеров будущего» только начинают изучать компетенции. Кровельное мастерство сменовцам преподает президент Союза кровельщиков России Николай Савченко. С помощью специального инструмента участники смены создают ромбики, из которых и будет состоять крыша. В итоге ребята сделают несколько макетов зданий с настоящей кровлей из металла. А на компетенции электроника с преподавателями парка будущего каждый научится собирать электрическую цепь. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» докторская «Тавровская» 189 рублей, сервилат российский 319 рублей, сосиски крымские 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А, крымская 98, Амелькова 28 и астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 24 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов, ночью прохладнее, 22 выше нуля. Ветер северо-западный слабый от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анап-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.